Теперь Рио. Идите вы в КАЗ. Юлия Ефимова на пресс-конференции после второго олимпийского серебра посоветовала всем недовольным ее присутствием на Олимпиаде отправиться в спортивный арбитражный суд. Если кто-то считает, что он умнее, то может идти в КАЗ и разбираться. К тому же Плавчиха заявила, что рассчитывает на извинения тех, кто обвинил ее в нечестной игре. Одним из них был, напомню, Майкл Фелпс, который и сам отбыл дисквалификацию из-за допинга. Другой титулованной хулительницей Юлия стала тоже американка Лили Кинг. Кинг говорит, что пойманным хотя бы раз на допинге спортсменам нет места на Олимпиаде. Пусть она это скажет Фелпсу. Еще раз, я не за допинг. Я чистая спортсменка. Я была наказана один раз по собственной глупости. Я признала свою вину. Второго случая с Мельдонием официально не было. Я полностью оправдана. Сколько можно это повторять? В конце концов, если вы раз нарушаете правила на дороге, у вас отбирают права, но потом возвращают. Всегда должен быть еще один шанс. Также Ефимова отметила, что не слышала свиста со стороны трибун перед серебряным стартом. По словам пловчихи, она слушала мотивирующую музыку, которая ее по-спортивному заводит. Как говорят в околоспортивных кругах, ВАДА уже начала изучать влияние аудиозаписей на результаты спортсменов. Ну а Юлия Ефимова будущее Олимпийской надежды связывает, конечно, с играми в Токио. И все логично. В Пекине Юлия заняла четвертое место. В Лондоне финишировала третий. Теперь два серебра. Получается, через четыре года должно прийти золото. Продолжение следует...